Ну, Лёш, это мой канал, иди. Нет. Виталий, это мой канал, понимаешь? Иди. Вам и так лайки только ставят. Иди отсюда. Слушай, ну иди, а. Это наш канал. Подвинься, пожалуйста. Всем привет. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы выбрались с мальчиками в торговый центр. Здесь открылась новая Зара, Бершка, и тут же находится H&M. Я давно обещала снять шопинг-влог, там были неплохие вещи. И сейчас, после маленькой кофе-паузы, я планирую снять для вас влог. Поэтому желаю вам приятного просмотра, а мне хорошей охоты на интересные носибельные вещи. Субтитры сделал DimaTorzok И так, девушки, переключаемся в примерочную. И хочу начать со свитера Зара. Вот такой вот модный, уже я не помню какой сезон подряд, свитер на замке. Раньше мне такие модели не нравились, но как-то, я не знаю, со временем я привыкла к таким моделям, хотя в гардеробе у меня до сих пор похожего свитера нет. Стоимость 40 евро. Полностью синтетика. Он неплохой, вот визуально неплохой. Смотрится прикольно с темно-синими моими джинсами. Мягкий, комфортный, на европейскую зиму, конечно же, абсолютно не греет. Но симпатичная расцветка, какой-то вот он не совсем такой банальный. На мне МК, и эта модель есть от Eski по XL включительно. Дальше, вот такая вот двойка Зара, красный свитер и очень симпатичные брюки. Вот я выбрала таким комплектом. Свитер на мне размер МК, немножко маломерит. Идет такой вот кроп-топ. Кстати, в этом сезоне в Зара все укорочены свитера, вязка в дырочку. То есть абсолютно ничего теплого невозможно выбрать на холодный период. Стоимость свитера 33 евро. Брюки мне очень понравились. На мне брюки МК, отлично сели в поясе, на бедрах. Прекрасная длина, подойдет на девушек рост от 1,74 и выше. Стоимость брюк 30 евро. Модель есть от XS до 2XL. Очень симпатичные. Там есть синий цвет, черный и вот такое вот красное вкрапление. К качеству претензий никаких нет. Абсолютно достойные хорошие брюки на осень. Дальше будет платье. Я его взяла, потому что я люблю расцветку в горох. Горох, как мама моя говорила с самого детства. Горох, вельвет, джинс, кожа всегда будут в моде. Вот я следую этому принципу. Если не полоска, то горох в моих влогах обязательно присутствует. Единственное, что на мне L, потому что визуально M на меня была мала. Платье не дешевое, как для Zara, 60 евро. И есть у меня претензии по поводу качества, фасона. Не уверена я, что оно хорошо сидит. Много всего, как вы можете видеть, на юбке идет косая такая вот плессировка. Платье двойное, черный под юбник. Оно синтетическое. В общем, много конструктивных особенностей и много деталей, но оно неплохое. Мне, кстати, нравится, как оно смотрится с моими такими грубыми ботинками. То есть образ не выглядит слишком чрезмерно женственным. Вот немного так сглаживается. Дальше костюм. Ну, вернее, можно отдельно все купить. Жакет и брюки можно купить отдельно. Но мне очень понравился жакет. И, возможно, с какими-то классными джинсами он бы смотрелся дороже. Стоимость самого жакета 80 евро. На мне размер L. Брюки M. Стоимость 46 евро. Вот мне кажется, брюки слишком дешевят образ. Они вот на резинке. Спущена талия. Они такие вот укороченные идут. В общем, на вешалке смотрелись лучше, чем на мне. Я бы скомпоновала с джинсами и обычной какой-то белой майкой, футболкой. Это бы смотрелось намного круче. Комплект выходит с жакет и брюки. Стоит 126 евро, мне кажется. Как для Zara это дорого. Состав 65% полиэстер и 33% вискоза. Но ощущается, как вот натуральная ткань. По моим ощущениям, я думала, что максимально натуральный состав. Но немного ошиблась. В мере я со своим гольфом. В принципе, комплект неплохой. Дальше переключаемся с вами в H&M. У меня был запрос сделать обзор. Но, как мне кажется, коллекции очень похожи на прошлый год. Особенно ничего нового я не заметила. Есть прикольные цветные шапки по 10 евро. Обувь, в принципе, вся отвечает трендам. Ничего нового. Приемлемые цены. И уже потихонечку начинается распродажа. Хочу начать вот с такого свитера. Он мне понравился. Единственное, что мне не подходит, такой голубой оттенок. Но я вам могу рекомендовать этот свитер. У него трендовый силуэт. Он объемный, приятный. Но, конечно же, полностью синтетический. Если для вас это играет какую-то роль. На мне размер M. Эта модель есть от XS. По XL включительно. Стоимость свитера 30 евро. И он по качеству не хуже моего из Aza Stories. В общем, рекомендую. Не знаю, что будет с ним после стирки. Но рекомендую. Вот. На первый взгляд, довольно хороший. Я дополнила свитер пальто. У пальто приятная цена 50 евро. На мне 42 размер. И эта модель есть от 34 по 44 размер. Я уверена, что пальто долго не прослужит. Но вот на один сезон. Вполне себе хорошее, достойное пальто. Спокойный цвет. Никаких лишних деталей. И если у вас гардероб в таких вот базовых оттенках. Оно прекрасно впишется. Единственное. Мне не нравится фурнитура. Ну, она такая очень дешевенькая. Возможно, бы я убрала эти кнопки. И просто сделала бы пальто на запах. И завязывала на пояс. Здесь я показываю качество. Каким образом внутри выглядит подклад. Качество швов. В принципе, претензий никаких нет. И, кстати, почти выбит размерный ряд. Висело буквально несколько единиц данного артикула. Артикул я оставлю в описании под видео. Так что заходите, смотрите. Возможно, его также можно заказать онлайн. Возможно, есть в других цветах. Дальше еще один свитер. Свитер, кстати, вот в таком ценовом диапазоне 30 евро, как этот свитер синтетических. Можно выбрать объемные свитера в H&M в отличие от Zara. На мне M, но мне не нравится вот такой серый цвет. Я считаю, он как-то старит. И мне кажется, мало кого украшает. Я предпочитаю серые оттенки, более такие светлые, сизые, пепельные. Он в косичку. Мне показалось, что он как-то будет интересно смотреться. Широкие рукава. Неплохой, но я недовольна цветом. Есть другие модели в зале. Ну, тоже я опять не взяла, потому что подумала, будет слишком просто, слишком базово казаться. Это такое тоже дело вкуса. Каждый выбирает себе по душе. Платье. Понимаю, что не сезон, но не смогла пройти мимо данной модели. Мне кажется, подходит расцветка. Вот такой какой-то голубой цветок в стиле кимоно. Нравится мне горловина. Вот не слишком глубокая. Просто завязывается сбоку. Единственное, что на меня оно не село. Как-то вот выточки в груди. Видимо, нужна больше грудь. Что-то нужно положить туда. В общем, такой нюанс. А смотрится неплохо. Стоимость платья 30 евро. На мне М-ка. Модель есть от XS по XL. Включительно. Очень-очень приятная. Не электризуется. Смотрится симпатично. Так что могу вам его рекомендовать. Еще одно платье. Оно более приятное к телу. Но здесь не такая удачная расцветка. И много конструктивных особенностей. Оно немного дороже. 35 евро. Впереди планка. Пуговицы спрятаны. Есть накладной карман. То есть он просто муляж. Туда ничего положить нельзя. И здесь уже на мне размер L. Почему L? Потому что выбитый размерный ряд. Все раскупили. Я не знаю, кто осенью покупает платье. Но, видимо, очень достойное качество. Оно приятное, интересное. С высоким сапогом можно комбинировать. Дополнить каким-то кардиганом. Это будет смотреться очень круто. Сейчас вообще не холодно в Европе. Поэтому вполне себе носибельно. Я оставлю артикул. Вам рекомендую. Если вам подходит такая расцветка. Дальше костюм. Вернее, как это все можно отдельно купить. Свитеры, брюки. Синтетический, но очень приятный. Мне кажется, такой вот нужен для дома. Я стояла долго думала. Но запишу сейчас артикула. Себе оставлю, выпишу. Буду ждать распродажу. Возможно, буду как-то заказывать онлайн. То есть подожду до ноября. Нужен мне такой костюм дома. Греться. Вместо такой пижамы теплой. Стоимость свитера 25 евро. И брюки стоят тоже 25 евро. Единственное, что свитер на мне L. Я умышленно брала. Такую большую оверсайз. Я люблю свободные вещи. А брючки на мне M. Брюки немного укороченные. Как вы можете видеть, они на завязках. Хороший цвет серый. Вот такой серый я прям люблю. И у меня много такого оттенка в гардеробе. А вот этот серый украшает, освежает. И, в общем, я этим костюмом осталась очень-очень довольна. Обратите внимание. Также в H&D мне еще понравились пижамы. Случайным образом их увидела в красном цвете. Вот такая пижамка 30 евро. И в зеленом. И вот, как обычно бывает, одна и та же модель, один и тот же артикул. Но в каком-то цвете качество может быть лучше. Вот почему-то в красном цвете я не так осталась с довольным качеством. Как мне больше понравилось в зеленом. Пижамка симпатичная. У кого дома тепло, можете обратить внимание. Ну, прям хороша. Большой выбор пижам, белья. В этот раз в H&M. Итак, в Zara мне ассортимент не очень понравился. Но для меня было открытием, что в новой Zara сделали примерочный для людей с ограниченными возможностями. Для инвалидов очень просторные, красивые, светлые. Дальше я была в H&M. Ничего мне не понравилось. Коллекции плюс-минус похожи на прошлый год. Качество тоже оставляет желать лучшего. Но были неплохие модели. Там костюмчик для дома мне понравился. И голубой свитер. И скидки. Но только начинаются. Дальше в конце ролика я поставлю кусочки из выставки Ван Гога. Мы посещали с парнями. И, возможно, включу туда выставку Бэнкси, которые проходили. Мне очень понравились. Возможно, ваши города где-то рядышком с вами будут проходить выставки детям бесплатно. А цена взрослого билета зависит от дня. По будням дешевле, по выходным дороже. Поэтому погуглите, посмотрите. Я вам настоятельно рекомендую эти выставки для поднятия настроения и боевого духа. На этом я с вами прощаюсь. Ссылки будут внизу в описании под роликом на все вещи, которые были в данном видео. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин